Миллион FPV-дронов произведет Украина в 2024 году. Об этом на пресс-конференции 19 декабря заявил Владимир Зеленский. Позже слова президента Украины подтвердил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, добавив, что прямо сейчас в декабре Украина производит более 50 тысяч FPV-дронов. Дроны FPV – это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией вид от первого лица. Иными словами, изначально FPV – небоевой дрон с функцией передачи видео в реальном времени при помощи камеры, установленной в передней части БПЛА. В свою очередь на фронт же отправляются несколько модернизированные версии этих дронов. При установке на него определенной боевой части, в частности, это может быть выстрел от РПГ-7, или это может быть взрывчатка с детонатором, он превращается в дрон-бомбардировщик, либо дрон-камикады. Сегодня на войне FPV-дроны активно используются как украинской, так и российской стороной. Интересно, что первооткрывателями удивительной эффективности этой техники стали именно украинские военные. В первый год полномасштабного вторжения оккупанты на своей шкуре прочувствовали потенциал этой техники. Первым, кто со стороны агрессора взялся за популяризацию и наращивание количества FPV-дронов в Росармии, стал ныне покойный пропагандист-военкор Владлен Татарский. Важность FPV-дронов для фронта на сегодняшний день переоценить невозможно. Такого сочетания цены и эффективности в уничтожении как личного состава, так и дорогостоящей техники противника не дает ни одно иное известное нам оружие. Как эффективность поражения, да, целиком и полностью. Поскольку такой дрон стоимостью в 500 долларов, в 1000 долларов, он может наносить серьезные повреждения и уничтожать тяжело бронированную, среднюю, легко бронированную технику. Например, уничтожение танка Т-90М-прорыв — это вполне под силу такому дрону, оснащенному кумулятивным выстрелом от РПГ-7. Ключевым средством защиты от FPV-дронов на сегодняшний день являются средства РЭБ. И тут стоит признать, радиоэлектронная защита в Росармии находится на высоком уровне. По оценкам украинских военных, профильно занимающихся FPV-шками, от 10 до 15 процентов дронов достигают своей цели. В этом смысле на фронте слишком много дронов не бывает никогда.